Мам, я иду гулять на вечеринку к друзьям. Рози, подойди ко мне. Ну что, мам, я и так опаздываю. Ну что это за юбка? Она слишком короткая. Мам, нормальная юбка. Проверим. Ну вот, видишь, короткая. И помада. Приличные девочки не красят так ярко губы. Ну, мам, ты говоришь уже прям как бабушка. Так, быстро иди переоденься и смой эту помаду. Ну что, так лучше? Вот, в самый раз, теперь можешь идти. Но я же на вечеринку иду, а не на собеседование. Представляете, и все с меня смеялись на вечеринке. Да, строгая у тебя мама. Знаете, лучше строгая мама, чем мама-паникер. Ой, где же она ходит? Уже почти 8 часов. Может, с ней что-то случилось? А может, она заблудилась? Пойду ее искать. Мам, я дома. Ну, наконец-то. Ты где была так долго? Я уже тебя хотела идти искать. Мам, я с друзьями гуляла. И на улице светло еще. Ну, а мама волнуется. С тобой все в порядке. Ну, почему просто не позвонить? Так, а что у тебя в сумочке? Давай на проверку. Мам, ну ты вообще нормальная лазить в сумке своей дочери. Да, нормальная я. Ладно, все хорошо. Можешь идти к себе в комнату. Ого, что, прям сумку проверяла? А что, это вполне нормально. У меня мама всегда портфель проверяет. У каждого должно быть свое личное пространство. Да, девочки, не повезло вам, конечно. У меня с этим все просто. Мам, я пришел. Мам. Мам, ты где? Ну, ладно. Думай, убей его. Убей, да, да, да. Молодец. О, Артем, ты уже дома? А я думала, ты позже придешь. А ты где была? Гуляла со своими новыми друзьями, рокерами. Если хочешь, могу тебя с ними познакомить. Веселые ребята. Спасибо, не надо. У меня своих друзей хватает. Кстати, мне сегодня звонил директор. Сказал, что ты учителя к стулу приклеил. Ну, да, было такое. Артем, сколько раз тебе говорить. Если делаешь что-то плохое, делай так, чтобы тебя никто не спалил. Не позорь маму. Понял, мам. Ну да, Артем, повезло тебе. Вот вы рассказываете. А знаете, на самом деле, что такое не повезло? На улицу? Сейчас иду. Так, где же мой мяч? О. Сыночек, а ты куда? На улице с пацанами в футбол поиграть. Савва, а про безопасность ты забыл? Мама, ну на улице ведь жарко. Как я буду в футбол играть? Ну, зато если ты упадешь, с тобой ничего не случится. Вот знаете, мне не смешно. Она с меня пылинки сдувает, как будто я маленький мальчик. А мы с мамой всегда проводим время вместе. Аликс, подъем, пора на зарядку. 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 Давай, ты сможешь. Молодец, тренировка прошла отлично. Можешь теперь сходить погулять. Ага, если сил хватит подняться. Поэтому я такой сильный. Это еще куда не шло. Самое странное начинается тогда, когда я заболею. Сьюзи, просыпайся, в школу пора. Мам, можно сегодня не пойду в школу? Я плохо себя чувствую. Доченька, что с тобой? Да ты вся горишь. Да, и все горло болит. Ой, у мамы паника. Я сейчас. Подожди. Так, где аптечка? Думаю, этого хватит. Сьюзи, вот, держи. Выпей горячий чай и таблетки. Мам, зачем столько много? У меня просто простуда. На всякий случай, пей давай. Сьюзи, ты чего с кровати встала? Кушать хочу. Так, а ну быстро ложись и не вставай. Я тебе все принесу. Мам, да мне уже лучше. Я сама смогу. Ты услышала, что мама сказала? Лежать и не вставать. А я тебе чай сделаю. Ой, какие милые котики. Сьюзи. Сьюзи, ну какой телефон? Тебе нужно отдыхать. Давай сюда. Ну, мам, мне уже вообще ничего делать нельзя. Нет, тебе нужно больше отдыхать. Мам, я пойду погуляю. Никуда ты не пойдешь. Тебе нужно лечиться. Ну, я себя нормально чувствую. А как же твое горло? Да нормально. Это ведь было неделю назад. Так, ничего не хочу слышать. Быстро в постель. Вот так. Эх, завидую тебе. Да чего тут завидовать? Мама, а тебе так заботиться, когда ты болеешь. А у меня все по-другому. Рози, пора в школу. Мам, можно я не пойду в школу? Я себя плохо чувствую. Что с тобой? Кажется, температура высокая. И горло болит. Ну и что? Это повод не идти в школу. Собирайся и иди. Ты почему так рано? Еще ведь уроки не закончились. Меня отпустили, потому что я болею. Что за учителя в вашей школе? Все делают, чтобы не учить вас. Мам, можешь мне, пожалуйста, чай горячий сделать? Рози, ты не видишь, я работаю. Сделай себе сама. Ну, и чего ты лежишь на полу? Вот так вот. Ой, девочки, по-настоящему странные вещи происходят в моем доме. Артем, ты чего кашляешь? Мам, похоже, я заболел. Плохо себя чувствую. Заболел? Ага. Так, ты чего тут ходишь? Все, будешь сидеть тут, пока не выздоровеешь. А если мне что-нибудь понадобится, позвонишь мне. Пить хочу. Не берет. Ладно, сам схожу. Артем, ты чего вышел? Микробы разносишь. Ну, я пить захотел. Так, быстро вернись обратно. Не хватало, чтобы ты меня еще заразил. Да я не хочу там сидеть. Мне скучно. Ладно, я знаю, что делать. Стой тут, пока не выздоровеешь. Вот поэтому я стараюсь поменьше болеть. Да, жестко, однако. А я думала, что я думала, что у меня мама странная. А я вот вообще не болею. Мы с мамой закаляемся. Мам, может не надо? Алекс, это полезно для здоровья. Болеть не будешь. Ладно, беру свои слова назад. У меня еще не так плохо. Ой, а мне даже болеть не надо. Сова, это ты кашлял? Да, мам. Я просто подавился. А ну-ка, держи градусник. Мам, да все хорошо. Я просто подавился. Нужно проверить. 36,7. Ну видишь, я же говорю, все нормально. Какое нормально? У тебя температура выше нормы. Срочно таблетки. Мам, зачем таблетки? Я здоров. Тебе, наверное, холодно. И потому ты простудился. Я сейчас. Вот теперь можешь отдыхать. Ой, я от наших историй аж проголодалась. А мне норм. Я с утра так похавал четко. Меня мама сегодня тоже баловала вкусняшками. О, а у нас прием пищи в семье это отдельный случай. Да, тут сильно не разгуляешься. Мам, я кушать хочу. Ну так поешь. Так нет ничего, холодильник пуст. И что ты мне предлагаешь? Может ты приготовишь что-нибудь? Ты не видишь, я работаю. Мам, ну я очень голодная. Я так понимаю, ты не отстанешь от меня. Хм, я что не смогу работать и готовить одновременно проще простого? Мама, ты что делаешь? Ой, не заметила. Ну подожди, сейчас исправлю. О, нет, спасибо, мам. Я лучше пойду в кафе поем. Ну а сразу это сделать нельзя. О, мучное. Мы вот, например, никогда не едим мучное. Аликс, иди кушать. О, супер, что у нас сегодня? Все как ты любишь, овощи. Опять? Мам, я конечно люблю овощи, но не каждый же день их есть. Аликс, овощи полезны для здоровья, они дают много энергии для тренировок, поэтому ешь. А ешь что-нибудь сладкое, шоколад, например. Аликс, никакого шоколада в этом доме не будет. Мама, я ведь еще ребенок, я хочу шоколадные конфеты, все дети едят сладкое. А потом у них зубы болят. Так, где тут моя заначка? Где мои конфеты? Это что, виноград? Поэтому я такой сильный. Аликс, да, мы это слышали уже миллион раз. Ты сильный, потому что занимаешься спортом и кушаешь здоровую пищу. В здоровом теле здоровый дух. А я наоборот люблю вредную пищу, но мама мне никогда не разрешает. Ммм, лапша быстрого приготовления, обожаю. Савва, что это ты ешь? Лапшу очень вкусная. Савва, ты что, вообще сдурел? Лапшу эту есть, у тебя и так проблемы с желудком. А ну выбрось эту гадость. Мам, ну я хочу. Значит я сама выброшу. Стой. Чтобы я больше не видела эту гадость у нас в доме. Но я кушать хочу. Сейчас я тебя накормлю, только не этой вредной лапшой. Еще ложечку за маму. Молодец. Мама, ну я уже взрослый, могу сам поесть. Так, ты там меньше говори и кушай. И еще ложечку. Савва, маменькин сыночек, ты шапку надел? Вообще не смешно. Относится ко мне, как к маленькому ребенку. Слушаю вас и понимаю, что мне повезло больше всех. Это еще почему. Что-то так кушать хочется. Мам, может давай покушаем? Артем, ты прямо мои мысли читаешь. Да-да, и колбасы побольше. У нас сегодня пицца? Да, что-то мне лень готовить. О, так быстро. Крутяк, неси сюда. Налетай. Только не съешь все, мне оставь. А вот этого обещать не могу. Вот так, детки. Твоя мама разрешает есть тебе чипсы и пиццу? Ну да, и забивать это все кока-колой. Повезло тебе. И что, прям разрешает кушать на диване? Ну да, а мы и не едим за столом. Да, веселая у тебя мама. Кстати, по поводу веселая. Про мою маму точно такого не скажешь. Мам, чего тухнуть дома? Пойдем погуляем. На улицу? Ну да, повеселимся вместе. Может давай в доме поиграем? На улице как-то не хочется. Да ну, мам, что можно делать дома? На улице весело. Как по мне, плохая затея. Ну мам, ну пожалуйста, пошли. Все нормально будет. Ладно, пойдем. Только ненадолго. А мы тут точно одни? Да точно, мам. Мы же у себя во дворе. А, ну да, точно. А ты дорогу домой помнишь? Мам, ты что, прикол тянешь? Так, давай быстрее играть и домой. А то мне очень страшно. Хорошо. Будем играть в прятки. Ты будешь искать меня. Ага, хорошо. Только не убегай далеко. Сьюзи, Сьюзи, ты где? Сьюзи, Сьюзи. Сьюзи, все, выходи. Это уже не смешно. Ты не нашла меня, ты проиграла. Все, Сьюзи, пошли домой. Мам, ну мы ведь только вышли. Все, уже поздно. Темнеет. Пошли домой. Да, вашему веселью только позавидовать можно. А вот мы проводим время вместе. Очень активно. Алекс, смотри, какая погода на улице классная. Пошли, поиграем. С удовольствием, мама. Как хорошо проводить время со своим любимым сыночком. Может, теперь футбольчик? Я только с удовольствием. Да, круто поиграли. Завтра обязательно повторим. Круто. Твоя мама хоть не боится на улицу выходить. Бывает, на велосипедах катаемся, по горам лазим. А самое любимое, это конные прогулки. А у моей мамы совсем не хватает времени на меня. Мам, что делаешь? Розе, я работаю, не мешай. Как всегда. Мам, может, ты потом поработаешь? Сходим погуляем в парк или зоопарк. Розе, у меня сейчас совсем нет времени. Может, когда в другой раз? Мам, ну ты всегда так говоришь. Может, потому что я работаю? Или ты думаешь, что я деньги рисую? Кстати, насчет рисую. Я тебе нарисовала рисунок. Смотри, это я, а это ты. Мам, ну зачем ты испортила рисунок? Ой, прости. Я просто по привычке подпись поставила. Мам, смотри, я нашла наш старый мячик. Помнишь, как мы играли вместе? Да, помню, весело было. А не хочешь, как раньше поиграть? Розе, ты видишь, что я делаю? Работаешь. Правильно, поэтому не мешай мне. Мам, ну сколько можно? Ты целыми днями работаешь. А на меня у тебя совсем времени нет. Мы с тобой уже говорили об этом. Давай не будем возвращаться к этому разговору. Ох, подружка, хочешь, я как-то приду к тебе в гости, и мы вместе поиграем? Было бы круто. Ты что, совсем со своей мамой не проводишь время? Я уже и забыла, когда мы в последний раз в парке гуляли. А нам с мамой и выходить никуда не надо, мы с ней дома отлично веселимся. Мам, ну что, ты готова? Да, а к чему? Услышать новую песню нашей любимой рок-группы. Ты сейчас серьезно? Да. Ну так чего стоишь? Врубай давай! Супер тусим! Ага, и не говори. Новая песня крутая! Артем, о чем думаешь? Да так, про смысл жизни. О защите думать нужно. Спасуй! Я ничего не знаю. Да, ничего страшного. Мне эта ваза никогда не нравилась. Вот так надо веселиться. Савва, а как вы проводите время? Да ничего особенного, как и все. Ну, все по-разному, а вы как? Давай рассказывай, нам интересно же. У нас все очень странно. Мам, что делаешь? Смотрю свой сериал. Может, поиграем во что-то? Давай, только во что-то безопасное для здоровья. Ну, давай в догонялки. У меня есть лучшая игра. Это что? Ладушки. Мам, ну какие ладушки? Нам что, по пять лет? А в догонялки играть небезопасно. Можно упасть. Мам, ну пожалуйста, только не начинай. Ладно, давай в догонялки. Только подожди. Мне нужно кое-что сделать. Все, я готова. А ты точно сможешь так играть? Ну, конечно. Плюс я сейчас в безопасности. Будет не больно падать. Начинаем. Ты догоняешь. Да, я не могу. Вот это, конечно, веселье. И что вы так каждый раз играете? Да. Но это все равно лучше, чем вообще не играть. Или паранойить все время. О, вот это мы заговорились. Даже не заметили, как урок прошел. Вы куда? Что, истории больше не будет? Жаль. А я хотел послушать. Он что, тут все время сидел? Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok